Расскажите о ваших родителях. Отец говорил ветфакно, а мама шепотом где-то за спиной говорила, может, врачом. Какие проблемы вы видите с семьей? Отец был очень строгий. Все мое детство прошло с тяпкой, лопатой. Ролан Ахсервейкович, провокационный будет вопрос. Лучше промолчу, наверное. Играть в такие игры очень чревато. Что-то случай, по-моему, у вас какой-то был. Другой специальности, кроме как хирургия, я для себя не представлял. Поговорим о вашей семье, где вы росли. Мне кажется, основополагающая такая точка, когда формируется личность человека. И самое главное, когда мы смотрим на наших родителей, формируются наши ценности. Расскажите о ваших родителях, о папе, о маме, кем они работали, как вас воспитывали. Родился и вырос я в Владикавказе. Учился в 38-й школе. В моей родной. Наша с вами школа, в которой знания вколачивали в голову. Дегоев Владимир Михайлович вспомнил. Помним и Дегоева, помним Ефремова Галина Михайловна, первый учитель. Помним Маргоеву, Светлану Петеровну, классную нашу. И всех остальных. Да. Да. Замечательный педагогический коллектив там был. Родители мои сельхозработники. Сельхозработники. Оба они заканчивали наш сельхозинститут. Потом всю жизнь отдали сельскому хозяйству и в хозяйствах работали. Последние годы в институте. Это в колхозе каком-то, да? Или что это было? Да, колхозы, совхозы. И мама, и папа поработали и в колхозах. А потом в сельхозинституте на агрофаке отец преподавал, мама у лаборанта тоже преподавала. Так что я из сельскохозяйственной семьи. Интересно как. А сколько детей, сколько у вас братьев? Три брата, я младший. Старший брат механизатор сельского хозяйства. А, пошел тоже по стопам родителей. Мехфак заканчивал на средний брат, знаете, он ученый-агроном, он Тимирязевку вообще заканчивал. Потрясающе. Ученый-картофелевод. Здорово. Поэтому у нас я вот один такой отщепенец. А почему вас так отбросило от сельского хозяйства? Что, не любили картошку выкапывать или сажать? Вы знаете, все мое детство прошло с тяпкой, лопатой. Потому что родители сельхозработники, сами как бы сельские и всю жизнь привыкшие к этому труду, любящие его. Ну, естественно, у нас этих копать, сажать, полоть и все остальное. Поэтому я даже сейчас могу советы еще дать кому-нибудь, как правильно это делать. И почему же все-таки выбрали медицину? Ну, случай, наверное, все-таки. Опять случай? Да, случай. Ну, мама хотела. Она меня в ту сторону подталкивала. А, все-таки вот так вот, да? А как она подталкивала? Как это происходило? Учитывая, что старший брат учился на мехфаке в сельхозе, а родители там же преподаватели. Я видел, как это непросто. Как это непросто. Ему там учиться, когда его родители там, то есть требовательность повышалась. Конечно, отец был очень строгий в этом плане. И я эти разговоры, когда он ему, поступил он только, он ему сказал, не дай бог, я из-за тебя хоть полслова кого-то услышу кривого. Пеняй на себя. И вот он был вынужден учиться на отлично, ленинский стипендиант и все остальное. То есть вот так. Я подумал, что мне, наверное, это не надо как-то вот это. А вы вообще в школе как учились? Хорошо учились? Хорошо учились. Хорошо учились. Ну, как бы, наверное, это вас не столь пугало все-таки. Олег с медалью в школу закончил. Виталик был отличник, но медаль ему не дали, ну, к каким-то причинам другим. Хотя он тоже учился отлично. Я, может, не столь был, но тоже так прилично все. Мама, вы говорили, что подталкивала. Что говорила она? Отец говорил ветфакма. Так. Да. Мама шепотом где-то за спиной говорила, может, врачом. Я как-то методом исключения. Я не гуманитарий. В сельхоз я по вот таким причинам думаю, зачем мне это надо. Мед институт как-то это было незнакомо, интересно, загадочно. На каком-то этапе, когда учились или когда там уже практика пошла, жалели о выборе? Вы знаете, нет. Нет. Значит, все-таки судьба. Вот попали. Было интересно. Обучение в мединституте – это интересный опыт. Ну и очень трудно. Ну и да. Ну и естественно, я когда уже решение было принято, то другой специальности, кроме как хирургия, я для себя не представлял. Все-таки давайте в семью вернемся. Как проходило ваше воспитание? Три мальчика – это очень богатая такая семья. Кто больше занимался воспитанием – мама или папа? И какие методы воспитания были? Наверное, как и во всех семьях у нас в Афете, отец больше работал. Он очень рано уходил на работу и поздно возвращался, он много работал. Мама, естественно, так вот в быту и ежедневно мама. Но отец не оставлял нас своим вниманием. Он был такой человек, его третий год как нет уже. Но он был из той категории людей, которые, когда его машина появлялась во дворе, вот там с краю двора появлялась, басота двора, которая наша там… Это на Московской, да? На Московской, да. Разбегались в разные стороны. Соседи? Вот ребята, которые такие вот… А, то есть вот тех, кого он знал и кто его знает? Он знал всех. И его знали все. И он любому мог подзатыльник, любого мог отругать, любому мог сказать, а ну иди поднимись, скажи родителям, вот что я тебя там. И никто не обижался, что самое главное. Ни ребята, которых он воспитывал, ни родители их. Тогда время было другое. Да, да. Это было в порядке вещей. Какое замечательное время. Посмотрите, он относился даже к чужим детям, как к своим. То есть он мог просто с работы прийти усталым, зайти там в свой дом и никому не делать замечания, но он на это выделял свою энергию, свои нервы, свое здоровье. Это очень важно, кстати. У нас семидесятиквартирная Хрущевка, и когда мы там были, это вот 70-е годы, 80-е, всех знали. То есть мы знали жителей нашего, да и соседних домов практически всех по именам, дяди, тети, все были дяди и тети, и всех ребят, друг друга все знали. Вот сейчас там половина квартир съемные, половина новые жильцы, которые, ну вот... Аура поменялась, да? Сильно меняется, очень сильно ситуация, да. И уже нет такой сплоченности, да? Конечно. И уже нет такого соседа, как ваш папа? У их поколения потихоньку практически все ушло. Ну, 35-го года. Ну, я имею в виду уже, ну, допустим, вот вашего возраста тоже. Вот вы, допустим, можете сделать замечание кому-то из соседских мальчишек, которые... Да я большинство уже и не знаю, не по именам где, потому что если нас было не изогнать домой с улицы, сейчас детей же на улицу не выгонишь. Их же нет, да? Конечно. Воспитание было авторитарным? Вот как он вас воспитывал? Ну, в общем-то, его авторитет был непререкаем. У вас в семье тоже, да? А вот, например, вы как-то, не знаю, шкодили, как-то вот баловались, там, не знаю, что-то... Ушли куда-то в кино и поздно вернулись? Пытались, всякое бывало, мы с ним особо... Что происходило, что папа? Ну, какие-то воспитательные меры, да, бывали. А как? Что-то вспомните, может, случай какой-то? Можно вспомнить, можно. Я же был младше все-таки, причем помладше. Один брат на 6 лет меня старше, другой на 4. То есть, ну, я так как бы вот, да. И мне всегда делались какие-то поблажки. Ну, как младше. Я всегда мог на горло там взять свое, там, что-нибудь, бабушке пожаловаться, там, маме, что-нибудь такое. И время позднее, мы там во дворе, как обычно, играем. У нас детей, поколение, плюс-минус, там, года 3-4 было, я не знаю, десятки. Десятки, вот они тогда вселились. Новый дом, молодые семьи, у всех по трое, по четверо детей, и там просто муравейник был. Ну, естественно, домой никому не хочется. Значит, сперва мама там пару раз с балкона, домой пора. Сейчас. Ну, когда-то он сам выглянул, крикнул, домой. Ну, и опять, сейчас, и все. Больше никто нас не зовет. Когда-то набегались, наигрались, пришли, значит, в дверь звонил. Он так дверь приоткрыл, а что вы пришли, он говорит, домой пришли, он говорит. Я вас звал когда? Не приходили, вот, говорит, идите куда хотите, и все. И дверь захлопнула. Ну, естественно, эти двое постарше, они как бы понимали, что это, а я там сразу, значит, это все. Слезы? Выгнали, да, выгнал из дома, там, все. Это сколько лет вам было? Приблизительно. Не знаю, может быть, уже в школу ходил, не ходил, сейчас. Ну, еще маленький, да. Вот такие какие-то моменты. А знаете, Ролан Аксербекович, я вспоминаю сейчас, вот в связи с вашими словами, японскую систему воспитания. Там, значит, если у нас, ну, вот, ребенок просится на улицу, или там, допустим, родитель хочет, чтобы как-то мотивировать его, он ему говорит, я тебя на улицу не отпущу. Соответственно, для ребенка улица, это что-то вот такое очень желанное, и вот, то есть, цель добиться, чтобы тебя выпустили на улицу. В японской системе, я когда-то это вот, когда еще в СОГУ училась, вот я очень интересовалась педагогикой, и меня это тогда очень поразило, в японской системе воспитания, наоборот, то, что проделал ваш папа. То есть, там говорили, я тебя домой не пущу. Если ты будешь плохо себя вести, то ты вот в дом наш не зайдешь. И вот мне так интересно, а посмотрите, как вы запомнили, что сейчас прошло столько лет, и, а дальше, когда вас звали, вы сразу шли домой? Ну, конечно, такие опыты такие, да. Не хотелось повторять, да. То есть, это значит, смотрите, воспитание, оно было жестким, но при этом, ну, таки, не травмирующим, не травмирующим, то есть, авторитет. А мама как воспитывала? Мама сказать, что она нас сильно вот прям баловала, тоже нет. Потому что, ну, три мальчика, вы же сами говорите, наверное... Надо держать. С ними, да. Да, да, да. Как-то надо проявлять какую-то строгость. А вы друг друга выручали как-то там, содействовали там, прикрывали или еще что-то? Ну, потом, когда повзрослее становишься, там, то в кино хочется, то там с девушкой куда-то... Вы как-то договаривались и говорили, так, прикрой. Так, чтобы вот прям мы там какие-то планы строили, коварные. Я такого не помню, но, в принципе, конечно, да, так. Во дворе, в школе я всегда, я был еще... Они, Виталик заканчивал школу, а я в четвертый класс перешел. То есть, у меня всегда там крыша была, как сейчас говорят, в виде братьев. Это давало такое чувство безопасности для вас? Конечно. Это важно в жизни чувствовать это? Ну, наверное, это важно, но главное, чтобы ты не ошибся в один прекрасный день с чувством безопасности своей. Правильно же? Когда мы говорим о наших родителях, мы говорим о ценностях, которые мы забираем у них. Что вы забрали в свою взрослую жизнь из тех бесконечных разговоров и просто жизни, внутри которой вы росли, формировались как личность, что вы забрали, что вам по душе? На мой взгляд, это в любой семье, нормальной семье, в любой нормальной семье дети – это отражение родителей. Волей-неволей. Родители – это авторитет. До определенного времени ты от них зависишь сильно. Потом ты взрослеешь, становишься даже, когда более-менее самостоятельный в решениях своих, еще в чем-то. Все равно ты подсознательно. Они для тебя по жизни – это тот пример, на который ты в любом случае пытаешься походить. То, как они… Вот я рассказал про двор, вот этот, как они там вместе проводили мероприятия, вечера, так даже, что было. Компьютеров и прочих вещей не было. Вся жизнь проходила во дворе. Старшее поколение – шахматы, нарды, мы там – футбол, теннис. И все вместе, и все вместе. Вот, общение. Красивая картинка мне рисуется. Ценили, они ценили друг друга. У них у самих жизни, детства были, конечно, но это вот поколение войны там, на все. Поэтому они знали цену таким вещам. Это какого, извините, года родителей? 35-го. 35-го, это значит, во время войны им 6-7 лет. Да, да, да. Где-то синелетки, да. Отец Гизельский, он оккупацию помнит немец. Помнит, да. Немцы же там на несколько дней заходили, да, там. Ненадолго, правда, но. Да. Да. Вот, поэтому у них совершенно другое отношение и друг к другу, и к родни, с кем работаешь, с кем соседствуешь. Ценили друг друга, ценили. Бережно относились друг к другу. Почем зря, чтобы кто-то, что-то, все это, нет, оборот. Пытались помочь. Да, да. Помочь. Ну, может быть, вот эти ценности как раз-таки и сподвигли вас на то, чтобы вы помогали многим людям, и когда есть врач в семье, тогда это такая, знаете, еще система безопасности для твоей семьи, потому что всегда рядом родители, и тебе хочется, чтобы они были как можно дольше вместе с нами. Когда вы поняли, что теперь уже ваш черед настал отдавать родителям? Ну, на самом деле, вы правильно сказали, когда в семье есть кто-то медицинский работник, врач, то это вот, тем более у нас вот. У меня была тетя врач, была, есть, дай боги, долгих лет еще, вот, сестра двоюродная врача, вот так, чтобы вот среди нашей семьи единственный я, поэтому, когда понял, ну, вот уже будучи, когда я отучился и в Москве по кардиохирургии, и вернулся, и вот отец приболел, приболел тогда его сердце, у него инфаркт был, все, и чувствовал себя очень неважно, очень неважно, это начало двухтысячных, я сейчас могу уже с годом, третий год, может быть, четвертый. И вот я поехал на повышение квалификации тогда в столицу опять, в Бакулево туда, где сам обучался, и рассказал эту историю, значит, своим, с кем работал, своему заведующему. И мне говорят, вот ты можешь сделать, чтобы он приехал, значит, позвонил, его на самолет, мы его там встретили, в общем, дело закончилось коронарографией и ортокоронарным шунтированием. И когда вот это все случилось, подошло, ну, тогда еще так распространенно, как сейчас, и таких возможностей, как сейчас, не было. Вот этих федеральных центров в таком количестве по стране не было. Вот даже этот астраханский ему подобный центр, их в восьмом, в девятом году стали, да, да. Да, они были введены в строй, и резко увеличилась в стране возможность выполнять высокотехнологичную помощь. Наш Бесланский центр тоже его в девятом году, там, первых больных он принял. Значит, вот кардиохирургия там становилась тоже в десятом, в одиннадцатом, позже уже, намного позже. Тогда это было какая-то, ну, невидаль. Таких больных было мало, те, кто вот поехал там в столицу, в Питер или в Новосибирске, где-то вот сделал себе операцию. И когда я это вот как бы, ну, смог, ну, конечно, да. Конечно, да. Ощущения, да, такие вот вы помните, да? Да. А кто операцию делал по этому? Мерзляков такой есть, кардиохирург, профессор, он сейчас. Уже заведует отделение в Бакулиевском центре. А вы присутствовали на операции? Нет, сам нет, меня не допустили. Почему? Ну, нечего делать родственникам, близким родственникам. Все-таки есть такое, да, вот, негласный закон это или это гласный? Негласный, конечно, негласный. Гласно, такого нигде не прописано, даже оперировать не рекомендуют своих близких родственников. Потому что, я уже сказал, какой-то процент осложнений и летальности он есть, и это подразумевает, что вдруг в этот небольшой процент попадет твой близкий человек. Операция прошла успешно, да, и вы? Операция прошла успешно, он после этого еще, слава богу, вот, два с лишним года назад. После этого еще стимулятор им уставили уже в Астрахане. Вот, так что, была возможность применить, так скажем, то, ради чего они меня, по сути дела, обучали, воспитывали когда-то, да, я вот... Потеря папы, это была первая ваша семейная потеря, да? Ну, из старших, да. Мама пока еще, слава богу, на ходу, на ногах, в здравом уме, так что... Дай бог, я еще сто лет, сто пятьдесят, и вообще ограничивать не будем. Хочется продолжить, вот, нести по жизни те ценности, которые пропагандировал, собственно, своей жизнью. Не там лекциями, словами, а своей жизнью ваш отец, ваши родители. А мы все это, я лично считаю, что мы все это делаем. Ну, я с вами не соглашусь, не все. Даже не осознавая этого, мы... Не, я сейчас беру, знаете как, я встречал тоже иногда по телевидению, там, что сейчас только не покажут тебе. Вот, поэтому, когда ты смотришь, там, и человек, проклинающий своих родителей, там, уже вот, мать бросила в детстве, там, и вот... Я сейчас не беру эти крайности, да? Бог им всем судья. Я говорю про нормальную семью, где, значит, вот, там, старший, младший, и процесс воспитания. Каждый из нас, я в этом не сомневаюсь, неосознанно он продолжает и пытается подражать, и, вот, соответствовать каким-то, вот, вещам, которые родители тебе привили, и ты считаешь, что вот это, вот, твой идеал, вот так должен быть. Ну, это если родители авторитет. И, Ролан Ахсорбевич, наступает момент, когда мы вот из своей семьи переходим на следующий этап и создаем собственные семьи. И, конечно же, мы вот эту связующую нить не теряем, но создаем уже нечто свое. Может быть, что-то отвергая, а что-то мы привносим, но забираем, опять-таки, основное, свою семью. Что было основополагающим для создания вашей семьи? Во-первых, ты должен найти своего человека, который тебе близок по духу, по восприятию жизни. Какие проблемы вы видите вот в семье, именно в создании семьи, у нас именно в Осетии? Может быть, вы поделитесь этим? Ну, может быть, это не только у нас в Осетии. Наверное, это характерно для молодежи сейчас. Знаете, семья, создание семьи, дети, воспитание, это, ну, вот, продвигается такое, что, ну, это абуза, да. Надо жить для себя, жизнь у человека одна, значит, вот надо пожить, получить от жизни максимум неких удовольствий, в свое удовольствие, путешествовать, там, все. Вот это же, ну, мы же это видим, да, это тоже потихонечку, потихонечку так это. Вот, вот, жизнь человеку дана была когда-то родителями для того, чтобы он по прошествии времени создал свою семью, скажу так, по-медицински, выпустил на свет себе подобных, воспитал их нормальными, достойными людьми и оставил после себя. И вот это тоже, это диалектика, это, конечно, это закон сохранения, да, вот, если мы этого делать не будем, если перестанут создаваться нормальные семьи, если перестанут рождаться дети, то рано или поздно все это прервется и закончится. А для счастья, для удовольствия какая часть выделяется? Человек вообще должен быть счастлив постоянно? Понятие счастья, это же навязанные вещи, то есть человеку можно привить и навязать, если с детства ему что-то вот так, как дятел все одно и то же, долдонить и этот, то ему можно навязать, что счастье это когда у тебя там 10 миллионов долларов на счету, очень хорошая машина и вот ты, значит, ну вот что они сейчас там, я не знаю, счастье. А можно ему говорить, что счастье это когда у тебя нормальная семья, друзья, не психотерапевт, а друзья, с которыми надо просто почаще встречаться, находить время и разговаривать, и никакой психотерапевт тебе тогда не понадобится никогда. Алан Карай в эфире сказал, что нужно по жизни идти с правильными, хорошими людьми, но выбор друзей тоже, да, должен быть, наверное, качественным? Поговорка, скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты, так же, да? Поэтому человек сам выбирает там друзей себе. То есть друзья там могут быть просто собутыльники там где-то, не знаю, в хазаре сидеть и отправлять своих детей за водкой. Давайте об этом тоже поговорим, но у нас есть это же. А потом он приходит домой и по столу стучит или не по столу. Есть такое, конечно. И вот это очень грустно видеть. Мне кажется, что в детской мечте вообще зиждется энергия атомной станции. Что вот она может настолько человека двигать вперед и вот все вокруг выстраивать. Так вот детская мечта, какая она у вас была? Была, конечно. Какая? Я мечтал стать чемпионом мира по футболу. По футболу? Конечно. Во дворе начинали тренироваться? Во дворе, а где? Я и не тренировался, никогда профессионально футболом не занимался, но футбол это замечательный вид спорта. В нем все разбираются. Все в него хоть раз в жизни поиграли. Кроме тех, кто играет, да. Да. Хоть раз в жизни поиграли и все в нем прекрасно разбираются. Поэтому вот в своих каких-то детских мечтах. А сейчас любите в футбол поиграть в свободное время, например? Ну, честно скажу, что с моей нынешней комплекцией играть в такие игры очень чревато. Ну ладно, какая у вас там комплекция нормальная? Ну, я, по-моему, этот случай рассказывал ранее уже где-то, но всегда его вспоминаю. Я когда в ординатуре, в аспирантуре учился, у нас была курация в отделении сосудистой хирургии. Там заведующим отделением был Алексей Александрович Спиридонов такой. Если где-нибудь фотографию его, это вот такой вот доктор русский, как должен выглядеть. Сидовласый такой дядя с бородкой, усы бородка такая, у него вся Чехов. На доктора Айболита похож, Чехов, да, да. Вот. И он, значит, заведующий отделением. Мы ординаторы, ну вот это самое низшее, так скажем, звено. А там уже были ребята, которые аспиранты, кто-то там работал уже в докторанторе. Они ассистировали на операциях, и по утрам бывал разбор. Всегда разбиралась операция или две операции на этот день, план операции, на доске рисовалось даже. Все это, значит, все доступно, чтобы нам тоже было понятно. Ну и бригада хирургов была известна. И опять прошла пятиминутка, и был там докторант один, который пришел с перемотанной вот так у него на руке повязкой. И он говорит, Алексей Александрович, я, к сожалению, сегодня не смогу ассистировать. И он его участливо спрашивает, а что случилось, говорит Сережа его там, по-моему, Сергеевна. Он говорит, вы знаете, я вчера в баскетбол с друзьями, говорит, играл, и мне мячом попали, и палец, говорит, выбили. Ну это для баскетбола характерная травма. И он ему говорит, что вы вчера делали? Он говорит, в баскетбол играл. И этот интеллигентный доктор, профессор, он его понес, он его размазал просто. Он говорит, вы играли в баскетбол и поранили руку. Вы хирург. Вы человек, который должен был сегодня, значит, принимать участие в операционном процессе. И позволили себе травмировать пальцы в баскетболе. В общем, он на него кричал и сказал, что полгода я вас в операционной вообще не видел. Это там самое страшное наказание было отлучить молодежи от ассистенции, от операционной. И он его на несколько месяцев лишил, значит, этого. Потому что он на него говорит, вы не имеете права, не имеете права, он говорил. Я поняла вас. Я об этом даже не подумала. Это действительно, то есть нужно беречь руки, эти руки, которые завтра могут быть вот этим каким-то божественным проводником, чтобы спасти кому-то жизнь. Про руки я уже даже не говорю. Последний раз, когда я решил сыграть в футбол, я потом недели-две ходить не мог, хромал. Вас надо беречь. А там, я не знаю, молоток дома, там что-то, слесарничать, это все как? Нет, легко и просто. Гвоздь забить, что-нибудь закрутить, открутить, сломать. Но все равно это откладывается у вас все-таки, да, чтобы как-то защитить? Наверное, да. По пальцам бить себе не стану. Да, да. Я, понимаете, как это сейчас, кроме как по клавишам, даже не по клавишам, а по дисплею смартфона, дети, у них пальцы, по-моему, только под это сделаны. Быстро, да? Быстро, да, они печатают, все. Мы, значит, был такой юный техник назывался, журнальчик в нашем детстве. И там выписываешь его, и там были чертежи различных, там можно было самолет склеить самому, какой-нибудь, я не знаю, все это клеили, и это все летало, и это ездило. В школе у нас был судомодельный кружок. Да, да, да. Да, и еще какие-то другие кружки. Там работал руками, это развивало моторику мелкую, там, и все умели и разбирались в этом. Для девчонок шитье было, они там могли пошить себе что-то, да, учили там. А вы знаете, что вот это тыканье пальцами, когда мы набираем просто, и когда мы пишем, это абсолютно две разные модели умственного развития. Кстати, Черниговская говорила в одном из своих эфиров о том, что в каком-то из древних Китая самыми главными критериями для того, чтобы выбрали какого-то чиновника высокопоставленного, было две вещи, и я очень удивилась этому. Это первое, каллиграфия, каллиграфия, и второе, это умение стихоослагать. Конечно, это вот, они-то могут вот быстро печатать, но при этом они не соберут ваш там дельтаплан, о котором вы говорили. Я про это же, я к этому веду, уроков труда не стало. Ну, а ведь нам что навязали несколько лет назад, вот, когда все это слом, там происходило, что уроки труда – это эксплуатация детского труда, что это нарушение прав ребенка, что его нельзя, значит, там, вот, и убрали. А нас учили этому, мы там на трудах, у нас танки стояли в кабинете трудов, слесарные, токарные и прочее. Дамы и господа, Центр косметологии «Пандора» приглашает вас на омолаживающие процедуры. Безоперационная подтяжка лица, коррекция морщин, фотоэпиляция, элосомоложение, лечение пигментации и купероза на аппарате Е-Макс Синерон, комплекс для лечения волос, коррекция формы губ гиалуроновой кислотой, ботулинотерапия, лечение гипергидроза, кортиксил-ПРП-терапия, перманентный макияж, лазерное удаление перманентного макияжа, фракционное омоложение СО2-лазер на аппарате Бизон Медикал Марахель Сима, лазерная псевдоблефоропластика, лазерная шлифовка рубцов, растяжек, шрамов и многое другое. Прием ведет врач-дерматолог-косметолог Кочмазова Ирма Ахсарбековна. Создать новый имидж вам помогут специалисты-парикмахеры, нейл-мастера и профессиональные визажисты. Кроме того, приглашаем в наш дружный коллектив дамских мастеров, визажистов и мастеров ногтевого сервиса. Мы ждем вас по адресу Карла Маркса, 81, Центр красоты «Пандора», 97-66-77, 25-33-33. Вы как в семье распределяете роли, что в ваши функции входит, что супруга ваша делает, ну вот там воспитание или какие-то домашние вещи? Понятное дело, что, ну, учитывая график работы и то, сколько времени приходится проводить на работе, все-таки основная вот эта часть домашней, да, домашней нагрузки и с детьми, и по их обучению, и общение там со школой и прочее, это, конечно, все надо. На родительское собрание вы не ходите? По-моему, один раз в жизни я был, потому что она в тот день не могла никак и попросила, чтобы я сходил. Я, к сожалению, сходил, но после этого взорекся и больше никогда не пошел. А почему, к сожалению? Ну, не понравилось мне. Не понравилось, что говорили? Да. О ваших детях? Нет, нет, вообще. Там не конкретизировали? А что не понравилось? Ну, поделитесь. Как вели собрание? Ну, родители. А, родители? Родители как себя вели, да. А, а вот смотрите, родители так себя вели. А как будут вести себя их дети, если родители себя так вели? К сожалению, я же говорю, к сожалению, это становится нормой, когда родители устраивают скандалы за... Я уже не говорю про подзатыльник дать ученику. Я наше время вспоминаю, Михаил Николаевич Байбурдов, вы помните, химик, Кеша, Кеша. Нет, у нас другая женщина. По прозвищу Кеша. Да. Байбурдов Михаил Николаевич, он по кабинету химии ходил вот с такой указкой. Она была сантиметр толщиной. У нас по географии была указка. Периодически она на чайной спине переламывалась, он их периодически менял. То есть это было... И никто же не обижался. Родители некоторых преподавателей просили, вы уж с ним построже. Рубаев рисование, которое делал. Я это лично от многих родителей слышал. Если что, вы уж ему там подзатыльник дайте. А сейчас они готовы в суд пойти и на этих учителей несчастных в суды подавать. Так снимают на телефоны. За замечание. На телефоны снимают. Почему вы унижаете моего ребенка? Ну, вы знаете, здесь я с вами частично не соглашусь. Детей бить, конечно, нельзя. И, кстати, в той же 38-й школе, там же были... У нас прослушка была, если вы помните. Дегуев. Мы были первые в этом. Да, и он слушал вообще. Это считаете, что все преподаватели давали открытый урок ежедневно. Соответственно, это все, конечно, контролировалось. Ну, все-таки уважение должно быть. Но при этом, я считаю, без строгости и без дисциплины нельзя добиться ни в чем, никаких результатов. Как вот в спорте, так и в жизни, так и в своей профессии. Если вот вы сейчас вот просто бразды правления просто вот так вот расслабите, то что, у вас в больнице будет порядок? Нет, конечно. Ну, уж тем более ребенок, он до определенного момента, пока он не осознает, уже и осознанно какие-то вещи не станет понимать, что можно, чего нельзя, что хорошо, что плохо. Он должен хотя бы бояться. Я не говорю, что его надо там бить. Вы, Ролан Аксарбекович, боялись своих родителей? Я не родителей боялся. Я боялся их негативной реакции на мои действия. То есть, значит, для вас авторитетом они были. Вот учитель тоже должен быть авторитетом, конечно. Но ему не дают им быть. Учителя не извели до такого уровня. Да. В обществе. Учитель на низшей ступени сейчас. Поэтому его ни дети не уважают, ни родители. Как же важно, ведь очень важно это врач, профессия врача, профессия педагога. Здесь вы жизнь спасаете, это очень важно. Но, наверное, профессия педагога не менее важна, потому что там вообще какой человек будет, какого качества человек вырастет. Фатима, сегодня с утра у нас была на работе такая небольшая, после пятиминутки утренней. Я примерно, вот то, что вы сейчас говорите, я говорю, с надеждой на то, что все станет с головы на ноги опять, и врач с учителем опять займут свое достойное место. Потому что работаем много, а отдача, она минимальная. Я, честно сказать, иногда даже озвучивать стыдно, какие зарплаты, за какие зарплаты люди приходят каждый день на работу. Как это было в не такие далекие советские времена, что тогда врач это был достойный член общества, который не чувствовал себя обделенным, ущемленным, униженным. А сейчас это так есть. Давайте вернемся все-таки к вашей семье. Сколько у вас детей, какого они возраста, чем они занимаются? Трое детей. Старший сын и две дочки. Сын студент-медик. Через год будет уже врачом, надеюсь. Пошел по вашей линии? Ну, лечебник. Пока же диплом. Лечебное дело, да. Ну, пытался я его как бы в сторону хирургии, как-то, знаете, там, когда у него практика, там, я его в операционную. Но это начиналось еще в Астрахани, когда он школьником был. Они там на экскурсию с классом пришли к нам в центр, я их, значит, им провели, их там по центру, в реанимации. Как, кстати, важно и полезно это делать. В операционную завели. Но в итоге, когда он понял, уже будучи студентом, что я его пытаюсь на хирургическую, значит, стезю, он мне говорит, папа, оставь меня, я не хирург. Я не хирург. То есть нет в нем этого хирургического зуда. И поэтому, ну, вот он. Медицинский он сам выбрал? Медицинский сам выбрал. А вы вот прям с ним разговаривали? Вот, допустим, уже вы понимали, что человек заканчивает уже школу. И вы сели, говорили с ним на эту тему? Или это раньше как-то происходило? Я его отговаривал. От медицинской профессии? А вот это для меня важно было узнать. Я его отговаривал. Почему? Потому что очень хорошо осведомлено о состоянии, в котором сейчас находятся здравоохранение и медицина. Но, допустим, когда вы сами выбирали эту профессию, вы же, наверное, руководствовались тоже чем-то? И были плюсы какие-то? Вы знаете, я-то студентом в 86-м году стал. Слава Богу, еще Советский Союз был. И того разгрома и развала страны, ну, не предвиделось еще тогда. Интересное, конечно, было время. Рубеж 80-х, 90-х и там до 2000-х. Лихо все это было. Есть что вспомнить. Но на самом-то деле, конечно, предположить в 86-м году, что страна такая огромная, великая страна развалится, было невозможно. Я во всяком случае не представлял такого. Ну и все же медицину он выбирает? Он ее выбрал, поэтому теперь ему жить с этим всю жизнь. А вот он, когда, допустим, приходят занятия, какие-то вопросы вы обсуждаете, у него возникают какие-то вопросы? Общаемся мы с ним по скайпу чаще всего, потому что обучается он в Сеченовском институте, поэтому мы так вот сказать, что да. Ну, конечно, да. На первых порах это было почаще, какие-то вопросы у него возникали. Ну, сейчас, наверное, уже. Он живет сейчас практически один, и студент, и это еще и быт. Это все он как? Куда денешься, да. Куда денешься, тем более год назад он уже не один там. Дочка старшая закончила тоже школу, поступила в Москве тоже. Поэтому они вдвоем сейчас. Они вдвоем. И еще третья, да, дочка у вас есть? Третья школьница, она в седьмой класс, да. Когда-то, будучи совсем-совсем маленькой, когда обсуждалось это вот с сыном еще, куда, что, и значит, когда уже про медицину речь зашла, была мысль в стоматологию как-то его двигать, значит. И вот эти разговоры наши она слышала, и тогда, может, в школу только стала ходить во втором классе. И как вот брата, значит, настраивают и пытаются в стоматологию, она кому-то потом бы говорила, наверное, я все-таки стоматологом буду, она бы говорила. А супруга ваша чем занимается? Супруга тоже медика, она заканчивала наш мединститут тоже, педиатрический факультет. Она работала, она вот по микробиологии, инфекции, вот в такой, в таком направлении. Когда перебрались в Астрахань, то там как бы ее специальность была невостребована, и пришлось заниматься клиника-лабораторная диагностика. Тоже где-то это рядом, бактериология и прочее. Сейчас она, есть такая организация, МИАЦ, МИАЦ называется, медицинский информационный, медицинно-аналитический центр, это при Минздраве, подвед Минздрава. Это там новый облик медицинской организации, новый облик поликлиники, там вот это доброе, или какое оно там, производство, вот это все. Новомодные вещи, вот с этими вещами. У вас вся статистика есть? Ну, вся не вся, но... Есть. От каких заболеваний чаще всего умирают люди сегодня? К сожалению, по-прежнему сердце и сосуды. Сердечно-сосудистые. Не онкология? Нет, сердце и сосуды. Онкология второе место? А психические заболевания? Ну, от них не умирают, конечно. Конечно. Но вот статистику по заболеваемости... А вот вы как считаете, почему все-таки главенствующую роль сердечно-сосудистая? Почему мы не можем преломить ситуацию? Затрудняюсь сказать что-либо. У меня на эту вещь есть какие-то мысли свои. Иногда это хитрости статистического учета. Где-то. Я вас поняла. Да, да. Что очень часто, когда шифруют вот этот статталон, справку о смерти, ее проще всего бывает зашифровать как тромбоэмболия легочной артерии. Внезапно человек умер дома. Скорая приехала. От чего он умер? У нас ведь патоанатомические вскрытия даже в стационарах процент у нас стремиться не дают. По религиозным соображениям, по другим каким-то не дают делать вскрытия. Поэтому установить точно причину не представляется возможным. А уж когда в домашних условиях вообще никого не вскрывают. А причину-то ставят к смерти. Ну да. А какую проще поставить? Либо инфаркт, либо тромбоэмболию легочной артерии. Это, я думаю, значимо добавляет в статистику смертей от болезней сердца и сосудов. В любом случае есть еще такой момент, что как бы ни говорили и все там не критиковали плохо, но продолжительность жизни, если быть объективными, люди стали жить дольше. Дольше, да. Если посмотреть вокруг, в каком возрасте ушли наши бабушки и дедушки, и до каких лет доживают наши родители, то мы увидим, что там разница приличная. Мужчины, конечно, тянут статистику вниз. Это связано и с событиями, которые там, и с алкоголизмом, курением и прочими вещами. Женщины, конечно, больше, но это реально так. Дольше стали... А женщины выносливее? Женщины менее подвержены жизненным вредностям. Да, потому что в конфликтах и на войнах различных погибают в основном молодые мужчины, трудоспособные. Пьянствуют и злоупотребляют какими-то другими вещами тоже в основном мужчины, поэтому среди них эта летальность, она выше. Вы верите в такую какую-то заданность, предопределенность судьбы каждого из нас? Что это что-то свыше, конечно, мы тоже решаем, но на каком-то этапе жизни тебя кто-то разворачивает в какую-то сторону. Ну, если вот опираться на свой личный опыт, то могу сказать, что было ни один, ни два случая, когда вот жизнь поменялась кардинально благодаря какому-то случаю. Ну, просто кардинально сменил там... Не задумывали, не ставили цель такую? Никакой такой цели не было. Был там случайный звонок или ну что-то в этом роде. Это что было за звонок? Я, вернувшись в Москву, работы по специальности большой кардиохирургии открытой в Осетии не было. Я в 2001 году защитил кандидатскую, приехал молодым сертифицированным специалистом, но еще, по сути дела, не кардиохирург, потому что наличие бумажки и сертификата не говорит о том, что человек уже полноценный, самостоятельный хирург. Но работы по специальности не было. И вот в Правобережной районной больнице тогда начал работать и стимуляторы ставил. Вот. И несколько лет я, значит, вот как это... Первый парень на деревне. Не было у нас, да, таких... Коля Курочкин, да, был такой первый парень на деревне. Вот я был, как бы, да, все было неплохо. Я считал, что как-то я... Хорошо устроился. Да, да, у меня уже семья, уже там, значит, двое детей, все, короче. Машина у меня была даже. Вот. И вот случайно мне позвонил человек, знакомый, с которым я в Москве там совместно. Он был в докторантуре, а я был аспирантом. Позвонил и говорит, вот в Астрахани будет открываться центр, строится. Да. И мой знакомый туда назначен главврачом, он собирает команду, не хочешь ли ты, значит, поехать в Астрахань. Вот. Ну, в общем, вот-вот. Не думал, не хотел, даже не предполагал. И через год я уже, это было летом седьмого года, звонок и разговор Мироненко Владимир Александрович. Сейчас он заведует отделением в Бакуликском центре. Вот. А через год я уже перебрался в Астрахань. И провел там восемь лет, и где, в общем-то, сформировался полностью, как уже самостоятельный оперирующий хирург. Центр был очень хорошо оснащен. Это вас приманивало, так скажем? Знаете, сказать, что меня приманивало. Меня вот, наверное, я понимал, что если я сейчас что-то не поменяю, то вот можно так до пенсии и стимуляторы эти ставить. Но вы могли бы быть довольны этим? Значит, было что-то большее вы чувствовали в себе? Хирурги – это, знаете, это люди определенного склада. Они все эгоисты, они все карьеристы. Ну, в хорошем смысле. Я сейчас не хочу сказать, что они хотят там забраться куда-то на вершины власти. Нет. Вот именно в профессиональный карьерный рост. Они это, вот это, другие делают, а почему я этого не делаю? Если это сделал кто-то, почему это не могу сделать я? Вот, то есть, они все… Мне кажется, не все врачи так мыслят, нет? Все прям хирурги? Хирурги, да. Это же страшные люди. Поэтому, вот, наверное, мысли о том, что все-таки ты неполноценный хирург. Да, ты учился не этому, ты хотел не этим заниматься, ты готовился и готовил себя к чему-то другому. Вот, и тут эта возможность, может быть, появится, тем более новый центр. И там, как бы, вот. И я поехал, кардинально поменял. Мы снялись всей семьей, уехали. А, в семье вместе, да? Да, в неизвестность, и не то, что не пожалел об этом. Я просто благодарен судьбе, что вот она мне дала этот шанс. Я там поработал и посмотрел, как это может и должно функционировать по-настоящему. Это была школа, да, для вас? Это была, конечно, школа. И, ну, конечно, сравнивать тяжело. Но это были центры, их по стране несколько построили тогда одновременно по нацпроекту под президентство Медведева. Он тогда вот шел президент, и это целая программа была. Это очень современные, продуманные медучреждения, полностью оснащенные. Это не случайные случайности. Почему? Потому что почему-то тот человек, который вам звонил, он вспомнил именно вашу кандидатуру, когда, наверное, ну вот рассматривались вот эти вот места, которые были там. Соответственно, это были ваши действия, ваши достижения в то время, когда он вас наблюдал где-то, да? Да, вы, наверное, так. По-видимому, в этом есть, да, разумно. Потому что если бы я там себя как-то неадекватно вел и в работе был, наверное, бы он меня и не вспомнил, и не предложил. Да, конечно. Ну и опять-таки, давайте теперь вспомним обратный процесс, когда вы уже возвращались в республику. И опять-таки, вам туда звонили или что происходило? Как вообще было, что вы переходили? Вы же понимали, что здесь не такое оснащение будет уже. И как вообще вот это решение принималось вами? Понимаете, это тоже случай же, это же вот звонок. Мне позвонили и сказали, тебе будут звонить, подними трубку. Ну, примерно сказали, кто будет звонить. И я снял трубку, переговорил, потом приехал, переговорил, и через короткое время я перебрался. Почему мне позвонили? Почему так произошло? Для меня это загадка до сих пор, на которую я никогда ответ, наверное, не узнаю уже, да? Ну, вы потому что лучший, разве нет? Человек, который меня приглашал, его, к сожалению, нет уже. Вот, спросить не у кого. Я, может быть, потом когда-нибудь набрался смелости и спросил бы у него все-таки, как же так вышло и почему именно на мне он оставил выбор, кто ему посоветовал, наверное, потому что я с ним лично знаком не был. Трудно сейчас совмещать эту очень сложную работу руководителя, причем при очень сложных условиях. Это не то оборудование, что в вашем центре и в Астрахани было. И плюс к этому оперировать, плюс к этому формировать коллектив, держаться на плаву. На самом деле, возможность оперировать, это было, ну, главное условие. То есть, переходить только на административную должность я бы никогда не согласился. Вы поставили такое условие? Нет, я просто знал, что есть такое отделение. Я понимал, что, значит, профиль такой в центре есть и возможность оперировать как бы она будет. Выполнялись открытые операции, там был заведующий, который оперировал. Поэтому, как бы, только на административную должность я бы никогда не согласился. Вот просто приехать, сесть в кресло и заниматься только. Потому что современное администрирование здравоохранения в современных условиях, это лучше промолчу, наверное. А то кто-нибудь из руководства услышит федеральное. Они знают, наверное. Ну, они предполагают. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Все последние годы мы исходим из каких-то обстоятельств, которые заставляют нас не работать планово и делать то, что нам хотелось бы делать, развиваться. Мы вынуждены прилагать все свои усилия к тому, чтобы не остановилось все это, чтобы двигалось, чтобы хотя бы то, что есть, оно как-то функционировало. Вы ковид имеете в виду или что-то еще? Время ковида, когда на нас просто свалили массу экстренной работы на наши 290 коек и 12 реанимационных коек, свалилась сосудистая программа полностью. Это инфаркты, инсульты, сочетанная травма, нейрохирургия, урология. Что это? Может, что-то забыл я там? Ну, это на 12 реанимационных коек. При том, что некоторое количество штатов у нас еще и реаниматологов позабирали в красные зоны и не отдавали их потом. Поэтому там словами не описать, что там творилось в те месяцы и полтора года, когда мы занимались экстренной службой. Ты обратно в Калию войти, и довольно потом вот события, связанные со специальной военной операцией. И то, что финансирование формально может быть меньше и не стало, да? Нам выделяются объемы, нам дают тоже там примерно количество квот, которые стоят примерно столько же. Но наши расходы по некоторым направлениям, они там выросли значимо. Да, да, да. Нам уже третий год, то есть если вот ранее нам всегда выделялись какие-то суммы целевые на обновление основных средств, да? Медицинская техника, она вот несколько лет и аппарат выходит из строя. Да, он либо устарел, либо к нему уже не найдешь запчастей, его не обслуживают. Потому что основная масса этого всего это импортная, отечественная промышленность. УЗИ аппаратов достойных не делает, эндоскопических стоек достойных не делает, КТ, ЕМРТ, ангиография. И могу продолжать, у меня пальцев, рук не хватит. Вот, расходка дорогостоящая, стенты, эндопротезы, там, для нейрохирургии, свинты. В основном все это импортная. Импортная и с поставками большие проблемы. Большие проблемы. Даже по заключенным контрактам они нам не могут потом по заявкам привезти ту продукцию, которую должны. Масса проблем, масса. И как мы будем выходить, я озвучу одну тему. С осени в таком центре, как наш, где есть нейрохирургия, сердечно-суистая хирургия, травматология, ортопедия, КТ не работает. Трубка полетела от аппарата КТ. Запросили цену более 20 миллионов рублей стоит. Трубка к КТ аппарату 24, там, 20. И вот мы, то есть, собственных средств изыскать, это же надо, откуда-то эти деньги надо, значит, с других статей расхода. То ли зарплаты, фонда заработной платы, еще забрать какую-то сумму, то ли там, я не знаю, с чего снимать. Пишем письма, ну вот, пока проблема не решается. Это федерального уровня письма? Ну, конечно, да. Республика нам в этом не помощник, потому что разные юрисдикции, они тратить свои средства на наш федеральный центр не могут. Медицина должна быть платной или она должна оставаться бесплатной? Потому что вот то, о чем вы сейчас говорите, у меня как-то вот уже серая дымка такая возникает. Как же мы дальше-то будем? Все движется в эту сторону, да. Вот то, что потихоньку людей по максимуму приучают к тому, что они, значит, вот должны, их выдавливают вплотную вот эту медицину. Ну, то есть, сколько у нас, даже в нашем городе за последние годы открылось частных медицинских центров. Понятно, что в основном они занимаются либо диагностикой лабораторной, там, ультразвуковой, КТ, МРТ, вот это. Ну, и из лечебного процесса что-то такое с наиболее запрограммированным хорошим результатом, что не требует больших затрат, да, принесет какую-то прибыль. И серьезную медицину пока что никто из них делать не собирается. Потому что один тяжелый больной может в реанимации зависнуть месяца на два, на три, любую такую частную клинику под откос спустит, так скажем, финансово. Иногда нам говорят, вы должны развивать тоже платные услуги, там, вне бюджета, вы должны зарабатывать, там, вот. С одной стороны, нас к этому призывают, с другой стороны, мы полностью государственное учреждение. И все в нашем центре приобретено на государственные деньги. И возникает вот это, тут же начнешь оказывать платные услуги, к тебе придут, скажут, а ты что, уже всех бюджетных больных ты вылечил, у тебя лист ожидания закончился. Он никогда не закончится. Мы лечим больных, у нас центр не пустует, там, там, мест никогда почти не бывает, а очередь меньше не становится. Мы их оперируем с одной стороны, а с другой, этот хвост, он прирастает другими больными. А этот хвост какой? Вот сколько там, не знаю, в очереди сколько могут стоять? Я могу сказать, что по некоторым профилям у нас сроки ожидания полгода, 8 месяцев, 9 месяцев. А за это время что происходит с болезнью человека? Ну, понимаете, есть же болезни экстренные какие-то ситуации, а есть плановые, да. А, ну вы дифференцируете? Допустим, эндопротезы, да, при коксартрозе, гонартрозе, вот эти травматологии, ортопедия, протезирование суставов, там месяцами, годы ждут люди свой протез. Их настолько много, их. В офтальмологии катаракта, да, вот это бабушки, дедушки, болезнь возраста, когда не видят, потом их очень много, очень много. Мы вот объемы, которые нам дают, мы их там перелопачиваем, там несколько сот операций сделаешь, а их все равно не становится меньше. Их меньше не становится. Но это те ситуации, когда человек может и подождать, да. Да. Понятно, что плохо видеть это нехорошо, но с этим как бы можно и годы, даже больше ждать. Плохо, когда ждут по другим каким-то профилям, по тем, по которым ждать нежелательно, бы и можно и не дождаться. По поводу частных клиник, и вы, конечно же, с вашими коллегами общаетесь, а вот государственникам, я так скажу, люди, врачи, которые работают в государственной системе, мне обидно им бывает. И вот о чем вы говорите, как, что обсуждаете, вы же профессию, наверное, обсуждаете, что делать обсуждаете, какие пути? Вы правильно сказали фразу, что все уйти в частную медицину не могут, да. Во-первых, есть вещи, которые частники, пока у нас нету столько платежеспособного населения, которое готово оплачивать стоимость лечения, там, операция на сердце, квота стоит там под 400 тысяч рублей, да. Шунты пришить или клапан. Это деньги солидные. Одно дело, ты их по квоте делаешь, другое дело, хотя, хотя, многие частные клиники сейчас заходят в систему ОМС, да, это как бы законом это не возбраняется. А, не возбраняется. Конечно, если ты соответствуешь по порядку оказания, по стандарту, по каким-то вещам, ты можешь заявиться в нашу тарифную комиссию, тебя могут внести в список организаций, которые оказывают помощь и дать объемы. И они тогда бесплатно будут делать эту операцию, да? Точно так же, как другие медорганизации, государственные, да, им дадут объемы по ВМП, по ОМС, многие так и делают. У нас стоматологии государственной практически нету сейчас, и вся стоматологическая помощь в рамках ОМС оказывается частниками. Какой вы видите выход из этой ситуации? Трудно сказать, в каком направлении все это, но пока что другой системы у нас нету. Вот та, что есть, она работает. Могу сказать одно, еще несколько лет назад такого количества высокотехнологичной помощи в стране не оказывалось. Мы критикуем, мы всегда недовольны, но все равно доступность вот этих операций, которые еще там лет 20 назад были каким-то редкостью и чудом, сейчас это рутина. В каком году вообще пересадка, в 60-х каких-то годах первая пересадка сердца была? То есть тогда это вот недавно же было, относительно исторических каких-то периодов, это недавно. Это вот пересадка сердца, кто вообще мог подумать, что такая технология вообще будет? Вы, кстати, делали пересадку? Нет, пересадки... Это другое уже? Ну, вы знаете, пересадка сердца в частности, это проблема не столько хирургическая, сколько организационная. Это вот проблемы донорства, забор, вот это все, да, там. Я вернусь, как можно развивать в регионе трансплантологию, если у нас вскрытие делать не дают, а уж забор органов... То есть чисто по ментальности, да, по каким-то таким вот вещам? Хотя, вы знаете, мы этого не замечаем и не знаем, но среди нас очень немало уже людей с пересаженными органами. Ну, если, я же говорю, если раньше это было чудо какое-то, то сейчас там больной появляется такой, мы ему диагноз ставим, мы ему рекомендуем, направление даем, а через месяц он появляется, что уже сделали мне операцию. То есть их немало. А как вы думаете, технологии дойдут до того, что будет искусственное сердце? Ну, вот этот насос, ну, чтобы изобрели что-то искусственное. Учитывая то, с какой скоростью идет развитие вот этого науки и технологий различных, материалов новых каких-то появляются постоянно, я думаю, будет решена эта проблема с полностью искусственным... Технически, то есть вы видите такое, да, в будущем? Уже сейчас есть такие устройства, они раньше рассматривались как переход, дать время больному, которому требуется донорский орган, но вот сейчас нету. К нему, значит, подключался этот насос. Раньше он был, трубки, значит, из грудной клетки торчали, а насос сам наружу, батарея, которая, и вот он это все носил с собой. Потом это все минимизировалось, и потихоньку они смогли упрятывать это все уже в организме, в теле. Наружу только провод к аккумулятору у него, и он как ранец может с ним ходить. Это был мост к трансплантации сердца, так красиво она развивалась, да. А потом появились люди, которые, пожив с этим мостом, уже не захотели трансплантацию делать, потому что операция, она непростая, большая, там бывают осложнения, есть там отторжение органа, там надо постоянно следить за вот этим. И они, как бы, адаптировавшись с этим устройством, не разрешали уже его убирать. И вот до конца уже какое-то время, да, он, ну, сказать нормально, это, конечно, громко, но во всяком случае он не беспомощный, он может обходиться без посторонней помощи, он ходит там, все это. Вот, и поэтому вот есть такие устройства. Осталось это сделать так, чтобы осложнения, связанные с их имплантацией в организм, минимизировать, ну и вечный двигатель придумать. Какое-то, чтобы не требовалось подзарядка. Если будет изобретен такой вечный двигатель, как вы говорите, это значит бессмертие? Нет, ну, бессмертие. Или от чего-то от другого будем умирать? Ну, конечно, да. Я еще раз возвращаюсь к началу нашего разговора. Насос, то есть сердце это насос, поэтому можно туда имплантировать искусственный насос, который точно так же будет качать. Даже можно его запрограммировать, он будет менять скорость перекачиваемой крови в минуту. Все это, компьютер небольшой туда, чипчик еще будет и все. А вот все-таки, кроме насосов в организме еще есть какие-то органы, которые пока, во всяком случае, не научились воспроизводить искусственно. Только донорство. Ну, а головной мозг вообще? Да, головной мозг. Ну, это искусственное донорство, это что, почки, да? Почки сейчас? Печень, поджелудочная железа, роговица глаза, кишечник где-то даже пересаживаем. Пересадить, в принципе, можно любой какой-то орган или комплекс органов. Мы так плавно перетекаем о жизни, а потом снова о профессии. Ну, потому что, наверное, сколько процентов профессия ваша забирает, если вот в процентном соотношении вашу жизнь рассмотреть? 90? Ну, много, да. Много. А какой процент дружбы? Друзья это... В основном они из детства, из молодости, из школы, из студенчества, из учебы там. Потом как-то уже это вот... Встречаются, конечно, на разных этапах жизни люди, с которыми там вот... И в Астрахань перебрался, когда уже отсюда. Вроде бы уже тогда, ну, не такой уже молодой был. Вот, но там тоже люди, с которыми точно так же приехали из других городов. Мы там работали вместе, общались вместе. Ну, это очень приближает. И подружились с семьями, да, и до сих пор. И мы там, когда бываем, они к нам приезжают в гости, потому что дружим. Ну, а студенчество и прочее. А из пациентов, получается, друзья? Ну, пациенты, друзья... Вы знаете, я вот по роду своей как бы основной работы, я с пациентами практически не общаюсь. Ко мне могут перед операцией там на консультацию зайти и спросить там совета, попросить посмотреть коронарографию, бумаги, сказать свое мнение. Вот. Если там вопрос об операции стоит, я потом второй раз больного на операционном столе в наркозе уже увидеть могу. А третий раз спросить, выписали или не выписали. Может быть, уже выписали. Поэтому, ну, вот у меня как бы такого вот общения, что я вот хожу, делаю обходы там. Не бывает такого, да? Больной человек очень уязвим, поэтому врач это еще и психолог? Вы знаете, советская школа медицинская, она же была построена на вот этом, да, что вот контакт врача с пациентом, это вот сопереживание, это ежедневное общение, все. А тут попав в Астраханский центр, я увидел систему, там главный врач выстраивал систему больше не советскую, а вот больше похожую на... Он много ездил, бывал и в Европе, и в Северной Америке, и видел, вот как это там строится. Это такая поточная система, конвейер, да, где, может быть, несколько обезличено все это. Вот это вот пощупать, подержать за руку, там такого нету. Там вот больной, диагностика, операционная, реанимация. А это хорошо или плохо? Результат довольно-таки хороший. В каком случае? В случае обезличивания было? Вот обезличивание, да. Потрясающе. Да, ну, понимаете, как. У нас в институте на входе там висел в одном из корпусов высказывание, по-моему, Бехтерева, значит, у него какая фраза была, что если после беседы с врачом пациенту не стало легче, то это не врач. То есть, вот это подход советская школа. А ушлые студенты взяли и на листке А4 дописали и прикрепили. А если стало легче, то это не больной. Значит, его все не нужно. Ну, в плане того, что беседой вылечить, конечно, можно какую-нибудь хворь такую душевную. По хондрика какого-нибудь, да. А вот ишемическую болезнь сердца или клапанный порог сердца, или там, я не знаю, онкологию, к сожалению, словом не вылечишь. Мы все выискиваем родственников, как вот, как вот, как найти Уртаева, чтобы, ну, ускорить, вы говорите, очередь у вас ускорить, да, чтобы положили вылечить. Дело даже не во мне, но... Ну, я условно вас говорю, потому что... Если не прятаться, прямо скажу, прятаться, телефон оставил и ушел, потом сказал, что я вот без телефона, то можно 80% времени проводить вот так вот, с трубкой на ухе и обсуждать, только решать частные какие-то вещи. Я их тоже всех понимаю. Это как... Я в свое время приходил домой, когда меня отец встречал, вот у него на бумажке был списочек, кто мне звонил на домашний телефон еще тогда. И он, совершенно незнакомые люди, могли позвонить и что-то, и он мне говорил, тебе вот этот, вот этот, вот этот я звонил, позвони им. Уже поздно, вечером я пришел домой, я говорю, хорошо, я им там завтра, допустим, позвоню. Он по комнатам за мной так ходил, и пока я им не перезванивал, он от меня не отставал, говорил знаменитую крылатую фразу «Рынченых Исау Магуру Базурша». Вот он меня заставлял. Поэтому я все это прекрасно тоже понимаю, но меня в этой ситуации возмущает другое, что очень часто решить эти вопросы звонят сильные мира сего, наши вот люди, от которых... Чиновники, да. От которых зависит принятие каких-то стратегических решений, да, которые могут как-то влиять на вот эти процессы. И за столько лет, наверное, можно было как-то всем там это понять, в чем проблема, и попытаться ее решить по-другому. А в чем проблема? Все знают, в чем проблема. И как ее решать примерно озвучивалось не раз уже. Вот у нас, я за мои почти что 8 лет четвертый уже министр здравоохранения сейчас у нас. Я пришел, исполнял обязанности Ревазов, потом был Ратманов, потом был Гогичаев и сейчас Тебеев. Вот, и еще, то есть знают, что делать. Никто не знает, как это сделать, потому что это сопряжено с большими изменениями, которые структурными. То есть у нас система, структура здравоохранения советская. Вот как она была при советской власти, районные больницы, там вот это, скорая помощь, все это. Система оплаты, у нас строй другой уже. Капитализм дикий мы построили, система страховая, а структура советская. И этих денег, страховой медицины, их не хватает на все на это. Вот как это, чтобы никого обидеть не хочу, и они из коллег, но сколько лет говорят, что надо создавать межрайонные какие-то отделения. Не может быть полноценного, хорошего отделения хирургии и в Кировском районе, и в Иравском, и в Дегорском, и в Ордонском. Население там маленькое. У нас в некоторых районах население, что надо объединять, делать межрайонную больницу, может быть. Но как только, тогда стоит вопрос, а где ее делать? И когда ты говоришь людям, что у вас больнички уже не будет, оставим вам поликлинику, предположим, ну какую-то там экстренную структуру, которая вот, а у нас территориально добраться до Владикавказа даже, с любого района можно там в течение, я не знаю, 40 минут час, максимум час. И это никто не может сделать, потому что тут же начинается вопрос волнений народных, социальные какие-то явления. Вот это вот вся тема. И никто не хочет с этим связываться. У нас организации здравоохранения выполняют сейчас частично роль социальную. Они вот эти пособия по безработице им в виде зарплаты выплачиваются. В некоторых больницах операционный журнал, если взять, то за год может быть на пальцах двух рук серьезных вмешательств. Все остальное это какие-нибудь фурункулы или еще что-нибудь. А там есть заведующие, врачи, дежурные смены, медсестры, санитарки. Их куда-то же надо трудоустраивать. Они-то понимают, если вот так сделать, то часть из них может без работы остаться. И никто не может, ну это уже не как бы моего уровня. Ну да, здесь уже нужно решение принимать. Я все-таки хочу вас спросить вот о профилактике. О том же рыбьем жире в детских садах, в школах спорт, развиваться, здоровье, осанка, там не знаю, физкультура. Приучать к здоровому образу жизни, чтобы меньше было таких высокотехнологичных операций. И большее количество лет люди все-таки свой организм сохраняли, сердце свое. Ну, что касается профилактики, то, на мой взгляд, сейчас есть все условия для того, чтобы люди полноценно делали профилактику. Государство этому на самом деле уделяет большое внимание. На это выделяются специально деньги. Диспансеризацию людей уговаривают, их просят, чтобы они проходили диспансеризацию. И не допросишься. И не допросишься. Они, это не только, даже среди медицинских работников, это процветает. Заставить людей пройти диспансеризацию. У них сотня причин. Они заняты, они работают, у них то, у них все. Хотя, я же говорю, это вот... Хотя в операционной видят, что может произойти, да? Конечно, да. Вы сами проходите диспансеризацию? Ну, мы как бы раз в год обязаны, да, поэтому приходится. Проходите? Да. Ну, вы серьезно для себя ее проходите? Ну, да, все, что там касается. Холтер вешали на себя? Ну, холтер, честно сказать, он не входит в стандарт по диспансеризации, но по показаниям. Если будут такие показания, и холтер повешу, и все, что надо сделать. Что вот вы можете посоветовать, как человек, профессионал, людям, ну, как поддерживать свое сердце? То есть, элементарно, вот, то, с чего мы начинали, следите за своим давлением. Если оно у вас повышается, ну, принимайте эту таблетку, это несложно. Прими таблетку, у тебя уже риск инсульта, он снизится там в разы. Там, с возрастом, если, тем более, у тебя какие-то нарушения ритма или пароксизм и царь на ритме, принимай антикоагулянты. Профилактика тромбоэмболии, вот это, да. То есть, ну, есть какие-то элементарные вещи. Общие такие, спорт, там, диета, пытаться. А давайте скажем, что любит сердце? Сердце? Ну, какие продукты? С низким содержанием холестерина, там, рекомендуют рыбу, там, чаще употреблять, да. Ну, там, я не знаю, фрукты, зелень, поменьше красного мяса. Корвалол, волокордин. Как вы относитесь к этим препаратам и когда их принимать? И как они действуют? Пожилые люди их любят. Ничего в них плохого такого нет. Они обладают неким середативным таким успокаивающим эффектом. Поэтому, в принципе, это так. Можно, да? Можно, можно, да. У каждого человека есть какая-то граница толерантности. Вот мне бы хотелось узнать, где эта граница у вас располагается, что вы не будете терпеть в человеке, и как вы отреагируете? Очень не люблю хамство, бытового вот такого хамства. Не люблю, когда там при мне друг с другом даже там коллеги, не коллеги там, или там, вот позволяют себе как-то так разговаривать. Я очень удивляюсь, когда мне кто-то говорит, ой, он так на меня кричал, предположим. Я говорю, кто на тебя кричал? А почему ты позволяешь на себя кому-то кричать? Кто имеет право на тебя кричать, кроме папы с мамой, может быть? А как пресекаете, ну, допустим, в коллективе том же? Ну, в принципе, все это знают и говорил не разу, я говорю, при мне, как минимум при мне, я говорю, прошу, чтобы вот это вот общение должно быть всегда. Да. Какие бы страсти не бушевали, и какие бы у вас взаимоотношения личные, может быть, не были, но переходить на какую-то вот эту грань во взаимоотношениях, в диалоге, ну, я считаю, нельзя. А как боретесь со сплетнями в коллективе? Всегда это бывает? С ними бесполезно бороться. Со сплетнями бороться бесполезно, поэтому я на них просто внимания не обращаю. Ну, вот если вам кто-то говорит о ком-то, допустим. Ну, я их как бы, знаете, как вот там, мне это, мне часто говорят, ты читал там иногда соцсети, ты читал? Я говорю, нет, не читал, и вам советую не читать. Я говорю, не читайте. Ролан Аксарбекович, провокационный будет вопрос, и все же, вы говорили о том, что хирурги это особые люди, они, ну, как-то любят свой карьерный рост и так далее. Вы хотели бы быть министром? Я скажу так, мое личное мнение, что ситуация настолько нехороша, так скажем, что туда хоть спинозу посади сейчас в кресло министра, вряд ли что-то радикально улучшить получится. В нашей маленькой республике, у нас население, численность населения, как один район столицы, наверное, да, и территория тоже. Наверное, можно так все здесь сделать, что, ну вот, но не при нашей жизни. Ну, как-то это не оптимистично. Ну, я бы хотел быть оптимистичным. Я, понимаете, когда я вот появился уже в роли главврача центра почти 8 лет назад, и я постольку, поскольку являюсь членом тарифной комиссии, ну, значит, там присутствую на ее заседаниях, как это все происходит, как вот этот медицинский пирог, вот это финансы, которые республика на здравоохранение выделяет, как они распределяются, как они расходуются, да, я в этом... Ну, и на каких-то еще там заседаниях иногда тоже бывают, там звали, примерно знаю, примерно знаю. И у меня поначалу было такое, что надо немного потерпеть вот эту всю ситуацию, чтобы поправиться все. Вот пройдет, ну, вот еще годик, и ситуация поменяется, и будет легче. Ну, прошел годик, потом прошло два годика, потом на четвертый или на пятый годик пандемия началась, потом на седьмой годик СВО началась, вот, и ситуация, к сожалению, она усугубляется в нашем здравоохранении. Я вот эту набившую оскомину проблему про многомиллионную задолженность кредиторскую медорганизации, я ее с первого заседания тарифной комиссии слышу, когда говорю, вот надо им сейчас еще там что-то им помочь, они с долгами расплатятся, и потом как заработают, и все будет хорошо. Вот 8 лет, а долги, по-моему, меньше не стали. Мой традиционный вопрос, вы считаете себя счастливым человеком? А почему нет? Да. Знаете как, счастье это то, что человек себе представляет, что такое счастье. Если, ну, я считаю, что вполне себе у меня хорошая семья, у меня хорошие друзья, вот. Ну, и в специальности, которую я много лет назад уже выбрал, и прошел немаленький путь, наверное, в принципе, я как нет предела совершенствую, учитывая, что современная медицина, медицина, технологии, всегда можно еще какую-то операцию освоить, еще какую-то технологию освоить. Но, в принципе, это такая, путь такой, в хирургии не это главное. Да, можно купить еще какой-то прибор, еще какую-то технологию и сделать ее, обучиться ей и сделать ее, еще какой-то шажок. Но рано или поздно ты понимаешь, что все равно потом придумают еще что-то. И хирургия сама по себе, она не в этом. Хирургия – это когда ты смог применить свои знания, свое умение вот в данной конкретной ситуации. У тебя может не быть какой-то технологии, ты не можешь позволить себе приобрести очень дорогостоящий аппарат, но то, что у тебя есть, те возможности и те условия, в которых ты работаешь, они позволяют тебе, воспользовавшись своим уже накопленным опытом, вот сделать такие вещи, которые потом себе иногда не часто, но иногда себе говоришь, ну ты, наверное, молодец ты сегодня, как-то ты тогда не зря все это, все эти годы обучения, там много чего было, вот, поэтому… Это правда счастье. И получается, что счастье в вас самом, в вашем пути и в ваших вот этих целях, которые вы ставили попутно, поэтапно их достигали. Вопросы на засыпку, они очень легкие, но вот тут вот больше выбор, какой вот выбор. Если бы вам сказали, что вы можете выбрать, или, допустим, потерять все деньги, которые у вас есть, да, там, не знаю, что-то дорогое, ну там, не знаю, машина, ну вот, в общем, что-то материальное, или все ваши фотографии, семейный архив такой вот, что бы вы сказали? На самом деле вопрос легкий, потому что он подразумевает уже ответ. Понятно, что… Провокационный, да. Деньги можно заработать, и машину новую можно будет купить. Вот, а то, что касается вот архива, это же память, которая что-то, когда ты смотришь старые фотографии, в этом же своя какая-то есть прелесть, какие-то вещи ты уже забыл, и они у тебя из памяти стерлись. Какой я был, да? Позволяет тебе, да, вспомнить какие-то моменты, когда это было, кто фотографировал, по какому поводу фотографировал все. Поэтому память, конечно, ее лучше не терять. Это болезнь нехорошая, да? Склероз, говорит, хорошая болезнь, о ней очень быстро забываешь. Да. На самом деле с появлением, то, что появилась возможность фотографировать любым вот прибором, их масса фотографий, которые лежат в разных телефонах. Да, да, да. Испортился телефон, ты поменял, а в нем там в памяти у него... Услота, да. Да, на жестких дисках, в компьютерах, а в бумажном виде их уже ты и забыл, что эти фотографии есть. Вы сказали, что желательно что-то из фотоархива принести, я вот там пересматривал. И очень много мы были, когда школьниками, у нас был и фотоаппарат, и увеличить, или мы сами братья ходили в кружок, там в этот фотокружок они занимались. Масса фотографий вот во дворе, соседи, да, ребята, которые... Вот, очень много. Может быть, они такого хорошего качества там все, но это все делалось своими руками, и они такие добрые фотографии. Родные, добрые, да. Вы хотели бы быть бессмертным? Наверное, все-таки нет, потому что... Ну... Наверное, все-таки нет. Почему? Сколько бы людей вы вылечили? Да, нет. Придет определенный возраст, и ты уже ни людей лечить не сможешь, ни имя свое вспоминать уже с трудом сможешь, да? Это можно... Это всегда... Все должно быть вовремя. Ну, почему? Вот я знаю, что хирурги, там, до сколько там... Углова там, или Амосову, или там Бакерия, сколько? Они же оперировали. Углов до 100 дожил. Да. И оперировал там, ему было уже там... Ну, это, скорее, исключение из правила, да, но это же тоже не бессмертие. Понятно, долгожители какие-то есть, там, кто-то до 100, кто-то за 90, там, все. Но, в принципе, хотелось бы, как это сказать, зная и видя, как это может выглядеть, не хотелось бы. Люди беспечно относятся к своему здоровью? А какой вывод вы можете сделать? Конечно, конечно, конечно. В подавляющем большинстве. Вас это удивляет? Нет. Вас это расстраивает? Нет, это как данность. Принимаете просто это? Ну, а что с этим сделаешь? Пытаются, да, их там... Ну, практически же невозможно. Чаще всего приходят, когда уже что-то вот совсем донимает, и говорит, вот все, мабона австанавливаешь, ты вон баканут. Вот я все уже... Ну, это уже, да. Да. Готов на все, как говорится. Спасибо вам, Ролан Аксарбекович, за такое интервью душевное. Наше интервью выйдет на канале YouTube, и я прошу наших зрителей подписываться на этот канал. И мне очень хочется, чтобы большее количество людей услышали ваши мысли, чтобы большее количество людей понимали, что такое путь. И завершающий такой вопрос. Вот что для вас главное, путь или результат? Или это сопрягающееся понятие? Не, ну, конечно, это понятие сопрягающееся, но путь в конечную точку, он же может быть по прямой, может быть извилистым, может быть в обход, препятствие какого-то. Может, интереснее даже, да? Поэтому, поэтому, как бы, да, трудно сказать. Без того, чтобы пройти определенный путь, ты не дойдешь до определенной точки. Безгранично вас уважаю, Раван Ахсарбекович. Понимаю, какую ношу вы несете. Я думаю, это понимают многие. Особенно ваши пациенты, благодарные пациенты. Мы желаем вам то, чем вы занимаетесь, здоровья. То есть вы возвращаете здоровье, жизни возвращаете. Спасибо. Вот мы желаем вам здоровья, и чтобы в кругу ваших близких людей, вашей семьи не было вашего пациента. Чтобы они все были здоровы, счастливы, чтобы мама как можно больше пребывала рядом с вами. Спасибо, Фатима. Пусть никто не болеет. Хорошая. Готовы сменить профессию. За ненадобность. За ненадобность, да. Все здоровы, но вы вообще в это верите? Это возможно? Вообще здоровые люди есть? Есть такая поговорка? Здоровых людей нет, есть недообследованные. Это да. Такая злая шутка. А вы видели когда-нибудь абсолютно здорового человека? Или они к вам не приходят? Нет, ну почему? Я думаю, молодой человек чем должен болеть? Молодой человек до определенного возраста вообще не должен даже знать, что такое слово. Боль, болезнь. Упал, отряхнулся, пошел дальше и все. Хорошая концовка. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалось и падает, Есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, Но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я Мигом одним, только мигом одним. Счастье дано, повстречатель беду еще. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...